Первый тайм нам не удался, потому что, думаю, определенное волнение было. Но во втором тайме более-менее выровняли игру и уже какое-то территориальное преимущество имели. Но решающее значение, конечно, первый мяч, когда не разобрались в штрафной. Но, думаю, в целом Рубин заслуживал победу. Легких игр не бывает, и это не убивается особо из строя. Все игры тяжелые, я скажу, все игры идут по нарастающей. Команды вбегиваются, есть такое выражение сленговое, в сезон, и все быстрее и быстрее начинают играть. И важно не упустить, самим не отстать. Но так тяжелая игра, квалифицированные игроки очень опасались отдельных игроков соперника. Они хитрые, такие опытные, но удалось справиться. С чем я поздравил ребят? Мы отталкивались от того рисунка игры, который появился у Ростова с приходом к Урвану Бехевичу. Там есть, несомненно, сильные стороны. И тут я не просто комплимент, а я говорю, что игроки стали использоваться, на мой взгляд, на тех позициях, на которых они оптимальны. И их сильные качества. И мы подробно по каждому игроку, его сильные и слабые качества. И что от него ждать? Помогло, не помогло. Я не думаю, что тут какие-то шахматные партии, тактические варианты и прочее. Всегда нужно освежить игру и подстраховаться, как в случае с Набиулиным от карточек. И немножко поменять конструкцию развития атаки. Чуть-чуть ее сместить, поэтому мы туда благо отодвинули, а Карлс отодвинули вперед. Хотя Дидюну претензий не было. Мы рисковали тем, что игрок, который в тонусе, с объемом хорошим, немножко благо в другом стиле играет. Но доля везения, наверное. Без нее не обходится. Я почувствовал, что Набиулин задергался. Затрясло его. Потому что после травмы ряд нехарактерных вещей. Но я вижу, понимаете, я вижу отдельным движением, как он подходит к мячу. Я понял так, что на иголках оно и проявилось. Он и карточку заработал, он там и передачи несовременные потерял. И от желания, наверное, понравится Фабио Капелло, он перестарался, называется. Карлс, даже в его не лучшем состоянии, он чувствует моменты, к которым наши игроки с трудом подтягиваются. Ну, может, будут ускорять. Он хорошо ищет зону для приема мяча. То есть его можно найти, то есть он адрес хороший. Если он будет прибавлять, несомненно, это усиление для игры и возможности там, как вы сказали, каких-то тактических замыслов. Если он на счет перечисляется, с учетом даже товарищеских матчей, у нас в том году не забил Гиг Денис с Уралом, правда, добил. Портнягин тоже с Уралом не забил. Потом не забили два пенальти на кубок. А уж сколько в этих контрольных матчах, там и благо не забивал, там хватало у нас незабивающих. Вот теперь Карл Скин пригнул. Будем дальше искать, кто нас сумеет забить. Я знаю точно, что ребята, которые уже много лет в команде, которые работают с Кураном и Кичем, я знаю, что они благодарны, признательны. Я всячески поддерживаю это состояние, что это человек, который часть себя отдавал вам и нормальные отношения. Но футбол есть футбол, понимаете, и за пределами. Опять, я бы скажу, вы свои слава и благодарности этому тренеру всегда держите при себе, потому что столько лет, и они при нем, я считаю, поднялись до того уровня, которому сейчас соответствуют.